Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня в рубрике «Бенефис аромата» мы поговорим про Амуаш Голд. История бренда Амуаш довольно интересна. В начале 80-х годов прошлого столетия аманский принц Сейд Хамад решил возрождать парфюмерные традиции той земли, на которой он жил – Аравии. Парфюмерные традиции Востока насчитывают не одно столетие и даже не одно тысячелетие. Однако, в последние годы, собственно, до появления бренда Амуаш, рынок был заполнен исключительно европейскими марками. Некоторые из них стилизовали себя под Восток и создавали композиции, такие, как, например, «Шалемар Герлен» с явно восточным звучанием. Однако брендов, которые плоть от плоти страны Ближнего Востока, таких марок было очень мало, и продавались они в основном внутри своего региона. Однако Сейд Хамад строил амбициозные планы. Он создал бренд, который в наши дни является едва ли не символом всей арабской парфюмерии и некой короной этой самой арабской парфюмерии. И, конечно, самым драгоценным камнем в этой короне является голд. Бренд увидел свет в 1983 году с созданием аромата Амуаш Голд для женщин. Впрочем, тогда он назывался никакой не Голд, а просто Амуаш. Он был тогда в другом флаконе, это был обычный параллелепипед, правда, сделанный, конечно же, из хрусталя, с навершием, напоминающим по форме луковичные купола. Собственно, это тоже напоминает луковичные купола, но там сходство было буквальным. К слову сказать, сделано это было навершие, собственно, как и золотые купола, действительно из 24-каратного золота, которое считается едва ли не самым дорогим золотым покрытием в мире. Для работы над этой композицией был приглашен один из самых известных парфюмеров 20 века, потомок известной парфюмерной династии Гиробер. Тот самый, который создал Калеш Эрмес или, например, Мадам Роша для бренда Роша. Несмотря на огромный вклад, значение которого крайне сложно преувеличить в мировую парфюмерию, именно Амуаш Голд Гиробер называл лучшей своей работой вплоть до самой смерти в 2012 году. Чем же Голд так примечателен? Давайте попробуем в этом разобраться. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что арабская парфюмерия в понимании большинства людей – это что-то очень сладкое, тягучее, выстроенное вокруг нот уда, шафрана, сандала, таких вот тяжелых роз с плотными бархатистыми лепестками, медового жасмина, каких-то базарных сладостей и чего-то тому подобного. В ситуации с Голд мы имеем дело вообще с другим. Это классический европейский женский аромат. Когда я говорю классический, я имею в виду работа такого плана, как, например, Шанель номер 5 или, собственно, Мадам Роша, созданная тем самым Гиробером на два десятилетия ранее. Маркетинговая пирамида данной композиции довольно-таки проста. В первую очередь, это серебристый ладан, который добывают исключительно на территории Омана, скалистые розы, которые, собственно, растут на склонах гор в этой стране, буквально на скалах. Также здесь отчетливейшим образом слышны цвета, сандал, жасмин. И не последнюю роль в пирамиде играют такие ингредиенты, как ландыши, цитрусовые, амбра, мускус. Ну и, наверное, что-то еще, по крайней мере, больше ничего мой нос вот так буквально не срисовывает. Однако, если заглянуть в мемуары самого Гиробера, то можно найти упоминание о том, что в работе на Домуаж Голд он использовал порядка 120 только натуральных ингредиентов и еще какое-то количество синтетики. Обычно такие утверждения вызывают некий скептицизм, критику, потому что мы знаем о том, что упоминание натуральных ингредиентов в разных ароматах в 20-м, второй половине 20-го и в 21-м веке обычно это чистый маркетинг. Однако, в случае с этой композицией и пониманием того, какие бюджеты стояли за его спиной, собственно, все богатство целой страны, можно поверить в то, что да, это действительно реально. И Амуаш Голд, особенно в своих самых первых выпусках, производит действительно великолепное впечатление, невероятно объемного, сложного, очень мощного аромата. Конечно, если говорить о современных выпусках, то рассказы о том, что здесь 120 видов натурального сырья и еще много синтетики, ну, конечно, это уже маркетинг, и естественно, что на сегодняшний день аромат производится, собственно, с тем же уровнем использования современных технологий, что и любые другие. К слову сказать, он действительно больше всего имеет сходство с Мадам Раша 60-го года, однако винтажные выпуски Мадам Раша вполне могут, наверное, с Амуаш Голд потягаться. Что касается современных, это просто бледная тень, и если вы хотите приобрести для себя аромат подобного плана, то обратите внимание на Голд, и вы не разочаруетесь. Как я уже сказала, аромат объемный, очень насыщенный, очень мощный. Лучше всего он раскрывается, пожалуй, в холодную погоду, в сильные морозы, и за счет вот своего такого несколько винтажного звучания с мыльноватыми ландышами, с такой достаточно яркой анималикой, с насыщенными розами, он напрямую отсылает нас куда-то туда, в представление русских, позвольте, женщин, в глазах иностранцев, с вот этими вот елками, кремлевскими звездами, шикарными шубами на Красной площади. Однако, если вы живете в стране, которая не радует сильными морозами, да и, собственно, нас даже в центральном регионе России она не радует, вы можете смело носить его летом, потому что в сильную жару этот аромат не менее прекрасен, чем в сильные морозы. Все-таки этот парфюм родом с Ближнего Востока, где температуры в основном высокие, погода сухая, и сухое жаркое лето – это, наверное, самое лучшее время для Moage Gold. К слову сказать, у этой композиции есть также мужская версия, она точно так же называется Gold, и тоже в золотом флаконе, выпущена она на полтора десятилетия позже. Я рекомендовала бы знакомиться с ними обоями, потому что, возможно, некоторым мужчинам больше по вкусу придется как бы маркетингово заявленный женский аромат, хотя, насколько я знаю, когда он создавался, никакой привязки к гендеру этой композиции не было, она появилась уже гораздо позже. А каким-то женщинам понравится больше как бы мужская версия этой композиции. Если вы хотите познакомиться с этим ароматом более подробно, не забудьте развернуть описание и найти там ссылку. Пройдя по ней, вы узнаете более детальную пирамиду, почитаете мнение других пользователей и узнаете цену на сайте духи.рф. Парфюмерная классика. Кто-то считает, что она постепенно устаревает, ее вытесняют какие-то более современные композиции, кто-то считает, что, собственно, все лучшее уже было создано, и ничего интереснее точно не появится. Я лично придерживаюсь золотой середины, смело смотрю в будущее, но, тем не менее, не забываю ставить на свою полку что-то подобное, созданное великими мэтрами 20 века. А как считаете вы, имеет ли место в вашем парфюмерном гардеробе быть аромату Амуаш Голд или ему подобным? Дайте мне знать в комментариях. А я благодарю вас за внимание, прощаюсь до следующих выпусков. Не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok